И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Никита Клим. И сегодня просто ну очень жарко, поэтому давайте начинать наш ролик. Сегодня мы поговорим о пяти самых важных вещах в жизни каждого видеографа или любого человека, который занимается видеосъемкой. Погнали! Данный топ составлен исходя из того, что вы уже занимаетесь видеосъемкой, у вас есть камера и компьютер, на котором вы можете монтировать. А дальше мы рассмотрим лишь дополнительные аксессуары, которые просто необходимы каждому. Начать хотелось бы с флешек. Флешки – это очень важный аспект видеосъемки, потому что видеосъемка, особенно репортажная, подразумевает, что вы должны быть на готове и должны быть готовы через несколько секунд начать запись видео, чтобы успеть заснять самые крутые моменты. И будет очень неприятно, если у вас именно в этот момент закончится флешка. Поэтому я советую покупать большие по объему флешки. Я использую вот такую флешку Sandisk Extreme Pro на 128 ГБ. Хватает ее практически на весь день съемок, но опять-таки это и зависит от того, в каком разрешении мы будем снимать. Например, если я буду писать в 400 Мбит видео, то этой флешке хватит лишь на 30 минут записи видео. Также у меня есть вот такие маленькие флешечки microSD, которые я использую в GoPro или в мой дрон. Один из самых главных параметров при выборе флешки – это скорость записи. Сначала узнайте, сколько Мбит в секунду пишет ваша камера, и потом уже, исходя из этих параметров, подбирайте себе флешку. Например, вот эта флешка пишет 95 Мбит в секунду, но ее можно использовать и при записи в 150 Мбит в секунду. Если же использовать ее при записи в 400-300 Мбит, то звук начинает прерываться, и картинка тоже прерывается, потому что наша флешка не успевает записать этот материал. В таких случаях нужно использовать внешние SSD-накопители, которые мне когда-нибудь придется купить. Ну и второе по важности, что должно быть у каждого просто видеографа и, в принципе, фотографа – это запасная батарейка. Буквально недавно у меня была съемка, и в самый неподходящий момент на моей основной камере села батарейка. И так как запасной батарейки у меня пока что нет, мне пришлось доснимать все на мою вторую камеру. Я крайне советую приобрести хотя бы одну запасную батарейку. Это может быть не обязательно оригинальная батарейка, это может быть даже самая дешевая китайская батарейка. Потому что когда у вас сядет основная батарейка, вы просто вставляете свою запасную батарейку. Да, у нее может быть меньше емкости, чем у основной, но это вариант. И вы заряжаете свою основную батарейку. А к тому моменту, как у вас сядет ваша запасная батарейка, вы уже зарядите свою основную батарейку процентов на 50. Чего вам должно хватить до конца дня. Я уже заказал себе комплект из двух запасных батареек. Порядка 20 долларов стоит. Как по мне, так очень хорошая цена за две запасные батарейки для вот этой крутой камеры. Также помимо флешек, вам еще нужно позаботиться о том, где хранить весь материал и, в общем-то, его обрабатывать на компьютере. Поэтому у меня уже целых 4 терабайта памяти на моем компьютере. И есть также вот такой вот внешний жесткий диск, который я использую для переброса файлов. Если я еду, например, в другой город и понимаю, что на моей флешке не поместится весь рабочий материал, я беру вот такой вот внешний жесткий диск и перекидываю на него информацию с флешек через какой-либо ноутбук. И третье, о чем хотелось бы поговорить, это о системах стабилизации. Сегодня мы говорим о начинающих видеографах и не всегда у них есть деньги на те самые системы стабилизации. Вначале я рекомендую очень использовать штатив, в общем-то. Но помимо штатива есть очень крутая вещь, которая должна быть у каждого и ее можно использовать по назначению. А это ремешок от вашей камеры. Это просто уникальное изобретение и использовать его можно как систему стабилизации. Для этого мы просто надеваем его на шею и получаем дополнительную точку опоры. И имея в камере матричную стабилизацию или в объективе, вы можете снимать очень плавные проводки, как горизонтальные, так и вертикальные. Но это если вам повезло и вы имеете камеру со стабилизацией, как, например, вот GH5. Однако, если же ваша камера не имеет матричной стабилизации, а ваши объективы оптической, то делайте то же самое, но очень плавно, очень плавно делайте проводки и снимайте 60 кадров в секунду для того, чтобы замедлить на посте и получить более плавное видео. Ну и четвертое, о чем хотелось бы поговорить, о микрофонах. Я считаю, что звук в видео также очень важен и ему стоит уделить особое внимание. Стоит обзавестись буквально несколькими микрофонами, чтобы записывать качественный звук, и ваше видео будет смотреться намного круче. Например, сейчас я использую всего два микрофона. Это вот петличка боя, а также вот такой вот накамерный микрофон пушка, тоже боя. Есть, конечно, свои минусы, но он стоит всего 15 баксов, так же, как и эта петличка. Но мы получаем гораздо качественнее звук, чем если бы мы использовали просто встроенный микрофон в нашей камере, особенно на таком далеком расстоянии меня вообще не было бы слышно. Поэтому я просто настоятельно рекомендую вам обзавестись микрофоном, который будет записывать лучше, чем встроенный микрофон в вашей камере. И, как правило, вот такого микрофона хватит практически на все случаи жизни, а если нужно записать хорошо вот интервью или голос, то вам нужна петличка. Также стоит помнить, что такие микрофоны лучше справляются с ветром, так как у них есть, как правило, встроенная ветрозащита, что упростит вам задачу при съемках на улице. Ну и последним в этот список хотелось бы добавить то, что необходимо мне на данный момент больше всего, а именно ноутбук. Почему ноутбук так важен для меня? Потому что я достаточно много путешествую, и мне важно обрабатывать материал именно в момент, когда я только это снял. Потому что через какой-то определенный момент времени уже он становится неактуальным, и его не хочется обрабатывать. Я смотрю сейчас в сторону MacBook Pro 13 дюймов 2019 года, и уже потихонечку коплю на него деньги. Как только он у меня будет, по нему обязательно выйдет видео. Также моего компьютера сейчас не хватает для того, чтобы плавно монтировать видео, и с покупкой MacBook я могу пересесть на Final Cut и свободно монтажить 4К видео. Что сделать на этом компьютере достаточно проблематично. А что касается апгрейда этого компьютера, то по деньгам с каким-то хорошим экраном для цветокоррекции будет примерно столько же, сколько и стоит сам MacBook. Поэтому выбор для меня, в общем-то, очевиден. И если вы знаете какой-либо предмет, который также очень полезен для видеосъемки, то пишите его в комментариях. Мы составим свой собственный супер топ предметов для видеосъемки. А на этом данное видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. А с вами был, как всегда, Никита Клим. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok